МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шума стал едва ли несовместным детищем власти и оппозиции. Его обсуждали больше полугода, редактировали и, наконец, приняли. Главной особенностью нынешнего документа является принуждение русскоязычного населения к изучению казахского языка. Доктрина национального единства одобрена президентом. На специально созванной пресс-конференции об этом сообщает зампред-заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ярлы Тукжанов. Над доктриной работали больше полугода. Поступило порядка 500 различных предложений. Это первый документ в истории независимого Казахстана, выстраданный властью и оппозицией. И оппозиция, и власть, и национал-патриоты работали вместе. Это дало результат. Значит, демократию можно и на деле доказать. По-моему, это большой плюс власти и большой минус тому, что они не шли навстречу раньше. Доктрина не является законодательным актом. Она должна развивать национальный дух, уверены участники конференции. Например, изучение казахского языка станет для граждан таким же обязательным, как и прохождение флюорографии. Государство, помимо того, что должно создавать возможности, это все-таки инструмент принуждения. То есть, если сегодня не ставить такую задачу, никто не будет платить налоги. То есть, государство не только стимулирует оплату налогов, но оно и принуждает к этому. Мне кажется, на каком-то этапе мы очень долго шли к тому, что очень толерантная языковая политика у нас была. Между тем, скоро в отечественных кинотеатрах иностранные фильмы в обязательном порядке будут дублироваться на государственном языке. Сенаторы уже одобрили законопроект. Политологи не исключают через пару лет понижение роли русского языка в Казахстане. О том же заметным акцентом говорит премьер-министр Карим Масимов. Через 10 лет на казахском языке должны говорить все. Это наша цель. То же самое чиновники обещали еще 10 лет назад. Однако сегодня, как и тогда, о казахском языке большинство государственных мужей говорят все так же, на русском. Патагос Умарова, Сама Туренбаев, Астана, Казахстан. Извинения от президента Нурсултана Назарбаева требует кыргызское движение 7 апреля за то, что он назвал апрельские события в соседней республике разбоем. Активисты провели у стен посольства Казахстана в Кыргызстане акцию протеста 29 апреля, передает радио Азатык. Также демонстраты передали ноту протеста с требованиями срочно открыть границу с Казахстаном, которая остается закрытой с 8 апреля. Члены движения призвали президента Назарбаева экстрадировать в Кыргызстан всех бывших кыргызских чиновников, которые могут находиться на территории Казахстана и, возможно, причастны к кровавым подавлениям апрельских акций протеста. Претензии звучат и в противоположную сторону. Временное правительство Кыргызии не справляется с миссией, которую на себя возложило. Такое мнение высказал 29 апреля в Алматы политолог Александр Князев. Новая власть продолжает делать политические ошибки, одна из которых – выпуск Бакиевой страны. Кроме того, в силовых ведомствах республики существует раскол среди офицерского состава между сторонниками прежнего президента и Временного правительства. Из-за этого, по мнению эксперта, уровень доверия народа к Временному правительству снижается. Политики Кыргызии заняли выжидательные позиции и не спешат с действиями. Видимо, ожидая выборов в парламент, назначенных на 10 октября текущего года. Для большинства политических элит всех стран, которые в той или иной степени являются партнерами Кыргызии, сегодня, наверное, основной установкой является та, которую озвучил неделю назад, около недели назад, президент России Дмитрий Медведев. О том, что работать с этим правительством мы будем, но по-настоящему будем работать, тогда, когда оно будет действовать не де-факто, а будет легитимным. Внимание Восточного Казахстана вновь приковано к паводковой ситуации. Этой ночью не спали жители села Самарское. Из-за сильного притока талых вод в реке Лайвы произошло переполнение водохранилища. Участок бетонного канала длиной примерно 30 метров размыло. Возникла угроза затопления жилых домов. На востоке страны вновь ожидаются паводки. В 150 километрах от Усть-Каменогорска из села Самарское эвакуированы больше полутора тысяч человек. Причина – опасность прорыва водохранилища Лайлы. На данный момент ведутся работы по укреплению тела плотины и мероприятия по аварийному сбросу воды без ущерба для населенного пункта. Люди размещены в местной школе и гостинице. Спасатели экстренно укрепляют водохранилище. Если плотину прорвет, в селе смоет несколько улиц. А когда вода вот так пошлась? Вода начала уже дня три поступать сюда. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. А это Усть-Каменогорск. Здесь затопило грунтовыми водами больше десятка дворов. Сейчас поблизости с домами в спешке возводят дамбу. Специалисты надеются, она сдержит натиск воды с речки Ульба, уровень которой заметно поднялся. Работа организована круглосуточно. Ежедневно работает 50-60 единиц самосвальной техники и 15-20 единиц погрузочной техники и бульдозеров. К дому Лидии Еременко не подойти. Женщина с трудом добирается по бревнам до калитки. Вода уже в доме. Пенсионерка винит местные власти. Осенью обращалась с этим вопросом. Весною звонила и безрезультатно. В доме у нас очень сыро. У меня двое маленьких внучат. На востоке Казахстана в зону ЧС вошли четыре района. Специалисты ожидают усугубления ситуации к середине мая, когда в горах начнется обильное снеготаяние. Алла Степанова, Дмитрий Кабанов, Восточнеказахстанская область. Продолжаем. Шесть сайтов газеты «Голос Республики» заблокированы. Об этом на пресс-конференции в Алматы 29 апреля рассказали журналисты издания. Это уже не первая попытка остановить деятельность СМИ. Репортеры выдвигают версии, к чему может привести подобное давление на прессу. В Казахстане заблокирован доступ к интернет-порталу «Республика.инфо», сайту газеты «Голос Республики» и двойникам этих ресурсов. Представители проектов обвиняют «Казактелеком». Ведь через прокси-серверы и других провайдеров вход свободен. Сайты доступны и за рубежом. Если мы путем логических умозаключений придем к тому, кто виноват в блокировке, мы обязательно будем подавать в суд, будем бороться юридически. Кроме того, мы обратились в международные организации с просьбой о помощи, потому что это на самом деле вопиющий факт нарушения свободы слова. Никаких предупреждений или извещений о каких-либо нарушениях редакции портала и газеты не получали. Представитель национального оператора связи обвинение в адрес «Казактелеком» отвергает. Мы неоднократно поясняем о том, что все-таки компания «Казактелеком» не является компанией, которая в чем-либо заинтересована подобных блокировок и так далее. Доказывать мы будем, если в случае, если в суд нас подавали, будет еще что-либо и так далее. Журналисты предполагают, три причины могут служить поводом для блокировки. Проведенная на Евразийском медиафоруме акция «ОБСЕ с ними розовые очки», опубликованная в рубрике «Слухи» информация о том, что в России группа пиарщиков выясняет, сможет ли «Уйгур» стать следующим президентом Казахстана. В заметке упоминалось имя премьер-министра Карима Масимова. И третье – освещение деятельности незарегистрированной партии ОЛГА. Конечно, в определенном смысле, косвенно, это может быть одной из причин блокировки сайта. Но я не расцениваю, что именно подготовка, наша подготовка к предстоящим мероприятиям стала первопричиной этого события. Это уже не первая попытка помешать деятельности информационных веб-ресурсов. На экстренном пресс-брифинге журналисты провели аналогии с событиями в Киргизии. Недавний переворот случился при тотальном отключении в стране интернета. Республиканцы убеждены, блокирование свободы слова стало одной из причин переворота. Татьяна Ковалева, Нурландос Мухаммедов из Алматы, Казахстан. Блокировка интернет-портала «Республика.Инфо» с сайта газеты «Голос Республики» обеспокоила общественность Алматы. Подобная попытка цензуры нарушает закон о СМИ на право свободного доступа к информации. В Международном общественном фонде защиты свободы слова «Адел СОС» считают, что неугодный интернет-портал закрыт по политическим мотивам. На сайте не публиковалась информация, нарушающая закон республики. Уведомления об отключении в редакции не получили. Но мы можем предполагать, что это, скорее всего, какая-то не очень удобная информация для тех, кто это делает. Другой вопрос в том, что как они это делают. Они не предупреждают, они не уведомляют. И другой вопрос в том, что все равно войти на эти сайты, зайти можно. Адиль Нурмаков, известный казахстанский блогер, считает, что в Казахстане интернет-цензура уже начинает переступать границы дозволенного. И вскоре казахстанцам грозит получать всю независимую информацию только через черный вход, используя прокси-программы, что уже применяют пользователи в случае с заблокированным не один год блок-порталом «Живой журнал». В Казахстане некоторые ресурсы блокируются, некоторые газеты закрываются и так далее. То есть это происходит. В интернете то, что происходит, к сожалению, это не вполне можно назвать цензурой. Это можно назвать как, не знаю, непонятные отключения. Продолжение следует...